всем привет совсем давно я вам рассказывал про группу вконтакте свободный континент где были так называемые качели battle до между автоблогерами где вы участвовали писали комментарии соответственно были призы так вот сейчас в этой группе проходит новый фото конкурс лето как вы проходите лето пока еще не закончилось то есть соответственно главный приз там разыгрывается планшет чтобы поучаствовать что уже сделать то есть вы естественно фотографируете себя до в любом месте в любом положении хоть с кем хотите с автомобилем в обнимку и так далее вступаете в группу ссылка будет в описании добавляйте в альбом свое фото и соответственно уже дальше ждете результатов я свое фото уже разместил как я вижу вот это своего лета да так и себя в принципе я разместил то есть как в принципе есть на самом деле это еще и все у них еще в сентябре будет тоже новый конкурс по знанию автодела да по именно по устройству автомобиля то есть именно со всеми вытекающие опять же будет разыгрываться призы ссылка в описании участвуйте в розыгрышах подписывайтесь всем привет сегодня подготовился но не в плане того что я почитал какую-то литературу просто вот так вот нарядился тем более что я приехал в гости в город олененгорск и если вы в кадре где-то увидите какие позвоночники но в сборе да то соответственно не пугайтесь и надеюсь не будут вас отвлекать сегодня крик чаек суть такая вот автомобиль сразу открыл капот сразу открыл капот кого что машина у нас она не простая сегодня редкая и как складе есть единственная на кольском полуострове но вы не скажете да судя по вашим комментариям что будет мешает гид давай гад нам там покажи это больше динамики драйва честно скажу найти как владелец передал мне просто гидмиш так и скажи гид все фуфло кроме двигателя ставится достаточно много двигателя 18 как обычно 16 то есть принципе как и на любую на марку до от самого малого до большого великого данном случае это 2 и 8 и после там 2005 года это как бы после рестайлинга шел именно этот двигатель то есть наконец-то войти наконец-то у нас получается топовый двигатель до имеется ввиду хорошая комплектация то есть три с 230 6 сил по паспорту там здесь допустим 250 если брать какие-то допустим статьи журнал да или где люди просто-напросто как-то тюнингуются и двигатели потом уже доходят до 350 лошадиных сил и больше сам вообще двигатель он нас ресурсный то есть достаточно надежный здесь стоит 30 и но понятное дело что если что-то будешь менять там какие-то датчики да опять же те самые цепи то естественно это все в эти скопеечку единственный минус а как до владельца сказал что год не то чтобы там какие-то запчасти принципе на дружном форме да где можно почитать и в принципе найти какой-то аналог допустим если этот датчик дмрв если он целиком стоит 9000 то в принципе от топлив фронтеры можно просто-напросто открутить эти все две две гаечки да два саморезика и просто штуку тут отдельно поменять она будет стоить гораздо дешевле и так в принципе касается всего единственный косяк то что сюда не подлезть то есть нужно что-то открутить какой-то патрубок нужно снимать естественно чехол так далее а так в принципе как бы он опять же говорю ресурсный то есть проблем с каким-то такими вещами в плане у этого двигателя именно нету если брать 1 18 да допустим или 2 и два или 16 также есть двухлитровый турбира да там уже компенс この тоже проблемке вот это двигатель ставится накраислер ставиться на зап также на как тело ставится это тоже сама двигатель только они чуть и объем увеличить до 32 и так получилось что там просто нет турбина так в принципе это те же самые двигатели которые дадут general мотор постоянно в различные свою модели да именно своего концерна по сути в принципе как бы он нормальные ресурсные на видите здесь получается добавили турбину то есть если допустим турбина не было понимаете что ресурс гораздо больше увеличивается а так принципе давайте я просто опущу копотик да и соответственно чтобы посмотреть вообще как машинка выглядит со стороны то есть вот ее внешность ну правда что себя уже ничего не говорю уже просто молчу просто после комментариев до который парни пишет что все как вы видите свой взгляд вообще это очень весело стабильствами того что он очень непростой в плане комплектации это мимо что того что у родителей для разных опции то соответственно просто а бывает 4 разы бампера 4 разных там вида тормозов то и зависимость от комплектации от объема двигателя у вас постоянно машина модернизируется то есть она получается получается она у нас постоянно разные то есть практически как-то немцах но именно имеется виду на таких как бмв да где тоже много опций и где в принципе одинаковых моделей просто не существует это именно одинаковый с одинаковым двигателем с одинаковыми опциями то есть люди когда покупали их новыми соответственно их как бы но вот получается делали под себя потому что они стоили у нас получается конечно же не дешево а так в принципе вот если брать внешне да ну вот такой вот у нас получается автомобильчик что-то напоминает volvo из-за дисков на 17 до из-за таких может быть хромированных ручек не знаю но тем не менее внешность его нормальная v6 gtc две трубы да как бы разводные получается ну вот такой у нас багажник опять же материалы чисто сделаны как вот в немцах те же самых там и за фальсвагенах то есть везде есть вот такие вот ниши да там туда сюда можно засунуть здесь у нас под аптечку на здесь вон фонарик подсветка есть как в шкоде допустим есть такие вот петли где можно положить какой-то не знаю там материал этот пакет сиденья складывается есть ящик для длинномеров есть ручки то есть по сути как вы сами видите прекрасно все принципе имеется то есть это нормальный в принципе автомобиль который можно использовать не только для того чтобы погонять да а естественно для того чтобы просто-напросто ездить со своей семьей еще еще куда-либо либо но вот смотрите да присядем конечно сиденья если честно очень жесткие но тем не менее они у нас формованные да то кто понимает что это значит то собственно понимает ничего необычного скажем так я вас вам не удивлю и не расскажу все в принципе а как и во всех автомобилях хотя здесь в принципе вот вот эта вся штука она кого мягковатая да допустим здесь материал здесь видите все это мягко то есть можно рукой облокотиться здесь кнопочки ну в принципе вот как обычно соответственно у нас как бы здесь нету полного привода да и прикол как бы в том что ну естественно его не хватает в плане того что машина не то чтобы как бы у нас обычная и опять же из нашего двигателя полный привод сегодня ставился хотя у нас здесь стоят амортизаторы с электронным управлением то есть есть салоне кнопочка спорт который нажимаешь и соответственно амортизатор становится гораздо жестче оригинальный амортизатор стоит 40 тысяч рублей соответственно если ты заходишь его поменять то ну как люди ищут опять же на разборках там на каких-то сайтах продают новые то есть люди бывают если меняет допустим да ставится сюда обычные стандартные какие-нибудь там упрощенный вариант а вот эти все электронные их просто снимает для того чтобы она мало ли все один полетел чтобы не менять там и так далее кстати мы часто с вами говорим про внешность и знаете че я могу сказать надо все-таки акцентировать внимание на даже говоря допустим женский пол то что их как борется не их их не обмануть понимаете дело в том что допустим если любого допустим человека женского пола спросить да сказать вот тебе нравится допустим данный автомобиль ну просто ты подъехал к клубу куда я не знаю соответственно девчонки скажет что ну обычная тачка это правильно если скажешь что у меня допустим 2.8 т или допустим то что у меня кузов gtc а если вы скажете что у меня практически чуть ли не о пи си да автомобиль то соответственно может быть какой-то резонанс вы получите но я думаю что я весь в сомнениях я думаю что если подъехать на какой-то бмв в е60 кузове допустим с двигателем 2 литра, да, атмосферно, то, соответственно, ну, пафоса будет больше. Но, тем не менее, понятное дело, там и цена была другая изначально. Ну, просто вот, что вот он обычный, и получается, вот, как говорят, что волк уедет из шкури. Вот здесь такая ситуация, то есть машина вот именно с этой динамика едет 7 секунд на автомате, представляете? То есть, в принципе, с передним приводом нет особой пропусковки на асфальте, из-за того, что автомат машина реально разгоняется очень бодро. В принципе, что я решил, в принципе, что я и думаю показать. Поехали? Поехали? Ага, так, ну, в принципе, что я наблюдаю? Во-первых, вся машина и вся машина в перепаянных диодах. То есть, это не сток. То есть, вот это все, видите, получается здесь, здесь. Плюс у нас подсетка для коврика. То есть, видите, такая вот она получается синеватого цвета. Ну, действительно, как бы красиво, да, модно, молодежно. Но, тем не менее, такого вы не встретите в стандартных автомобилях, именно Vectra C. У нас, опять же, напоминаю, хорошая комплектация. То есть, если бы она была, допустим, какая-то менее насыщенная, то гораздо было бы меньше кнопок. Да, у нас бы было здесь заглушки, допустим, и здесь не так было бы прикольно. Опять же, с механической крокопередач. А так, в принципе, я сижу, мне нравится. Вот, допустим, если здесь, смотри, с левой стороны, просто прям как калькулятор какой-то. Действительно, то есть, слишком просто все усыпано кнопками, да, тем более, что они какие-то, вот, у нас, опять же, разноцветные. Ручка, естественно, не сразу нашел. И здесь какие-то ниши. Да, опять же, ну, и как-то так. То есть, заводим, в принципе, как бы здесь все обычно. У нас уже стоит скандинавский свет, то есть, это тоже, как говорится, свой уже тюнинг. Единственное, что не хватает до максимальной комплектации, это большущий такой вот экранчик, который здесь побольше, да, ну, соответственно, где уже есть навигация. А так, в принципе, вот у нас здесь. МП3, сиди, вот все, в принципе, читает. Вот. Самая главная кнопка вообще в этом автомобиле, это, соответственно, эта кнопка спорт. То есть, ты когда ее нажимаешь, у нас автоматически коробка автомат падает в спортивный режим, то есть, повышенные обороты. И, соответственно, у нас амортизаторы, которые по кругу стоят, именно все четыре, да, они у нас тоже принимают свою специальную жесткость, для того, чтобы ты ехал, просто, ну, не жестил, да, но, тем не менее, все было в своей жесткости. Так, а так у нас, в принципе, вот, как вы сами видите, у нас очечник, здесь подседочка, да, тоже, своего рода, есть такие все прекрасные, как бы, вещи, ну, в принципе, которые встречаются во всех автомобилях. Люка нет, ну, и, как бы, в принципе, этого у нас особо не нужно. Вот здесь у нас подлокотники, все дела, ручничок на своем месте. Вот коробка PRMD, да, опять же, вот, кто знает, что такое Volkswagen, да, допустим, знает, что каблучок вообще, ну, вот, встречается. Steam, не режим. Ну, и, в принципе, как вы сами видите, просто-напросто все. В салоне базара нет, скучновато. Ну, что, включаем D, в принципе, поехали в город. Так, по поводу зеркал, ну, допустим, левое зеркало гораздо меньше, чем, допустим, правое зеркало. И люди, которые парятся, допустим, да, и хотят, чтобы у них зеркала были одинаковые, плюс она у нас левая с автозатемнением, они ставят от английской версии именно левое зеркало с правым зеркалом. Ну, тот, кто понял, я думаю, чтобы вы меня поняли. А так, в принципе, конечно же, поехали потихонечку, посмотрим, что машинка из себя представляет. На дорогу выезжать, наверное. Тормоза. Хочу заакцентировать на них внимание. То есть, вы, когда нажимаете, такое ощущение, что этих нет. Такое ощущение, что тормоза не прокачанные, и чем больше ты нажимаешь, тем машины меньше реагируют на нажатие. То есть, ты нажимаешь, хочешь резко останется, а ты нажимаешь, и они не нажимают. То есть, для того, чтобы они сработали, нужно резко нажимать. То есть, это дело привычки. То есть, владелец сразу мне предупредил. А так, в принципе, конечно же, пацаны, это очень и очень отличный аппарат именно тогда, когда у вас такой двигатель. Вот серьезно, просто покаташь на таком автомобильчике, именно с этим двигателем, уже просто начинаешь понимать, что вот эти все другие двигатели, 1.8, 1.6, они настолько вот ненужные, для того, чтобы передвигаться. Понятное дело, что функции у автомобиля у всех выполняют разные, тем не менее, это какая просто вот, какое удовольствие получаете при езде, понимаете? То есть, имеется в виду, что это вам не Subaru, V-Race, это не Mazda, MPS, да, это действительно горожанская версия, но просто с самым максимально заряженным двигателем. То есть, это не DSG, которая сломается у вас на следующем повороте, это просто обычный гидротрансформаторный, да, вот коробочка, обычная, просто вот, ну, со всеми функциями, которые нужны обычному человеку, соответственно. И вот, пожалуйста, какие результаты. Ну, что, сейчас мы выйдем, соответственно, ну, вот, на более такую ровную поверхность, без этих поворотов, без знаков предупреждения, и попробуем просто, конечно же, ускориться. А так, если обычная ездить, то есть, никаких фактов о том, что вы, допустим, едете в каком-то заряженном автомобиле, просто-напросто нету. Обычная подвеска, сзади, понятное дело, тоже независимая, спереди независимая, у нас поворотники в одно касание, все это, абсолютно все это есть, то есть, мультируль и так далее. Единственное, я говорю, чем отличается от автомобиля, от других, именно своих, вот этих всех собратьев, Opel Electro, это, понятное дело, двигателем. То есть, когда ты нажимаешь, именно газ. Знак 40, проедем. Кстати, у нас у поворотников, как и вот вообще у пилей, есть такая функция, ну, непонятная, да, то, что ты нажимаешь на поворотник, он не щелкает у тебя, он тебе просто не щелкает. То есть, ты просто гнешь его, как резину, да, как палочка какую-то, а он тебе продолжает мигать. То есть, как у кого-то щелчка здесь не происходит, так же в обратную сторону. То есть, если чуть-чуть, три касания, три мигания в одно касание, если посильнее, да, то он постоянно мигает. Ну ладно, суть такая, что давайте ускоримся. Вот газпол. 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 175, 180 км в час. Ну вот мы с вами едем 180 км в час. То есть, в принципе, шумоизоляция для этого, как бы вот именно, для этой скорости, конечно же, отличная. Машина никуда не уводит, она хорошо стоит на земле. И я сейчас хочу нажать кнопочку спорт. Нажимаем ее. То есть, у нас обороты сразу падают. Передача падает. Обороты сразу на 4,5 тысячи, хотя газ еле-еле нажимаю. И вот нажимаю опять газпол. Скорость упала, но опять набирается 160, 170, 180, 190. Ну вот, 200 км в час. 210, 220 км в час. То есть, понятно, я делаю, что машина, ну просто набрался как ракета. Я вам скажу так, смотрите. Сейчас я скорость снижу, потому что ехать на такой скорости и что-то объяснять, это просто нереально. Немножко бьют тормоза, именно тормозные диски. А так, в плане того, что как машина набирает скорость. И вот действительно, у нас до этого были такие автомобильчики, как Subaru WRX, у нас была Mazda MPS. И, соответственно, там, в принципе, такие же разгоны были. То есть, ты когда нажимаешь газ, у тебя машина реально реагирует не только именно до 100, а еще после 100. То есть, вот что делает турбина. По трассе 9 литров, в городе 15 и больше. То есть, это я сейчас спросил, просто вот владельца. А так вот, если щелкаешь, да, допустим, вот эти все штуки, то есть, здесь, в принципе, вот как-то так. Такое ощущение, что ты едешь практически на каком-то кроссовере. Имеется в виду на автомате с нормальным двигателем практически в 3 литра. То есть, здесь примерно такие же, вот получается, будут у вас расходы, как по расходу топлива, да, допустим, так и по расходу масла в будущем. А так вот, соточка, да, допустим, вот едем 100. То есть, у нас 1500 оборотов чуть больше. И, соответственно, вот газ пол. То есть, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Ну, понятное дело, что машина просто-напросто едет. Вот опять газ отпускаю, еду 160, у нас 2500 оборотов. Просто, конечно, сказочные результаты. То есть, по поводу управляемости, я сейчас спорт режим никакой уже не включал. То есть, в принципе, и даже и без спорт режима можно нормально ехать. Если включаешь спорт режим, у нас машина стоит просто как вот, ну, не как, конечно, самолет, но тем не менее, обещать какие-то там, я не знаю, там вариации, да, ямы, то понятное дело, что можно. Потому что, опять же, это у нас седан с маленьким клиренсом. Покажи дорогу. А так даже вот владелец сказал, что, говорит, у меня, говорит, вроде бы как бы не такая самая, уж и хорошая шумоизоляция. Но, опять же, я еду сейчас, ну, вот, 140 км в час каких-либо напрягов именно в плане шумоизоляции, в плане управляемости. Я, ну, просто ничего не вижу. Обычная, в принципе, гражданская версия, которая может в случае чего хорошо ускориться. Естественно, это просто-просто офигенные показатели для данного автомобиля. Если брать наш экземпляр, он примерно стоит 400 тысяч рублей, да, если брать, конечно же, уже какие-то другие двигатели, другие комплектации, то можно взять и за 300 тысяч, и за 350. То есть, ну, те же самые Opel OPC, они стоят уже 600 тысяч рублей. А так, вот, пожалуйста, столько мы в час, полторы тысячи, едешь, просто-напросто отдыхаешь. Музыка. Ну, музыка, если честно, самая обычная. То есть, что крутилка, что вот эти все кнопочки, да, вот именно по, ну, вот так вот, если включить, ну, себя подсветку, то, в принципе, они все просто-напросто обычные. Да, они такие разноцветные, красивые, красочные, там, Парктроник, там, вот это особенно мне просто значок понравился, просто вот классный значок. А так, в принципе, вот, ну, все обычное, как бы, как у всех обычных гражданских версиях автомобилей. Даже если есть какая-то был бы двигатель 1.6. Значит, что я могу сказать вам по поводу данного автомобиля? Соответственно, естественно, он мне понравился, но он понравился мне именно с этим двигателем, да, то есть, если это был бы какой-то обычный атмосферный, понятное дело, я вам сказал, пацаны, обычная, ну, получается, повозка, типа фокуса, типа какого-то вот такого автомобиля, типа, Рома Мегана и так далее. То есть, этот весь класс, в принципе, он одинаковый, со всеми одинаковыми функциями, со всеми одинаковыми материалами, с кнопками и так далее. То есть, именно этот автомобиль, выделяет в данном случае, допустим, от своих конкурентов, то, что вот он имеет именно данный двигатель. То есть, если, допустим, был бы фокус второй, да, те же самые годы выпуска, да, там есть у него двухлитровый, но это опять же, по сравнению с этим, это, конечно же, будет очень овощная версия, хотя там такие же, в принципе, да, вот именно есть опции по салону. Если Меган, такая же ситуация, тоже двухлитровый. Ну, вообще, таких вот вариаций, по сути, как бы мало. Именно вот данная версия, именно в Vectra, да, а на Vite, получается, есть даже 3.2, да, вот именно в V6, здесь тоже в V6. То есть, понятно дело, это, конечно же, отличные показатели. А так, вот данная, вот функция, функция, вот она, спорт, то есть, ты нажимаешь ее, данная функция, она, как бы, в принципе, понятное дело, идет не с самого, там, не с самой базы, не с самых маленьких двигателей, то есть, это идет именно вот с такими же заряженными версиями. И, кстати, вот умудряются люди вот эту функцию ставить, опять же, на двигатели, допустим, которые идут с автоматической кройкой передачи на более слабые версии. в принципе, это можно все унифицировать, поставить, собрать, туда-сюда и так далее. А так, по сути, в принципе, ну вот, опять же, у нас хорошие комплектации. Я очень люблю хорошие комплектации, потому что, чем она лучше, тем машинка вам будет меньше надоедать. С этим двигателем машинка вам просто-напросто никогда не наест. Просто не надоест никогда. То есть, она реально надежная получилась. Плюс, если, ну, если мало уже, знаешь, действительно, людям мало. Бывает со временем год-два покатаешься, хочешь еще быстрее, быстрее, то, соответственно, можно сделать те же самые стейджи, менять там прошивки, там впуск-выпуск и добиваться более других результатов. Но, опять же, от этого будет страдать ресурс коробки, там, тех же самых, там, приводов и так далее. Все, от этого никуда не уйти. А так, ну, получается, автомобильчик именно в нашем данном варианте, конечно, очень крут. Ну, не на каждом автомобиле, я скажу вам, можно разогнаться, не то, что там, до 220, да, или, как, допустим, здесь вот вы отгоняли до 250, а до тех же самых 200, ну, просто с горки, до 200 на некоторых не поехать, просто даже. Как-то так. Этот автомобиль, вот, легко обгоняет такие вещи, как BMW E60 530. То есть, это не я проверял, чисто, владелец сам говорит, что ездил, в Питер, там, с каждой сизофора, вот этих товарищей, которые вы делают на этих BMW, 2,5, 3, они, естественно, остаются у него позади. Ну, это его слова. А так, по сути, как вы сами видите, что если с BMW сюда пересесть, то просто офигеешь от этого вот, просто убранства. Здесь действительно просто-напросто скука, как ни крути. Серьезно, хоть, хоть обливай краской, и просто, ну, не карбон, да, ну, хоть какую-то, я не знаю, там, пленка крать, ну, точнее, покрывай. Тем более, что здесь нет никаких-то круглых форм, в принципе, это можно действительно все просто-напросто само обклеить, какой-то даже той же самой пленкой. Очень скучно, но, опять же, для тех времен, в принципе, это нормально. Для шестого года как-то так. Это был Opel Vectra GTC с двигателем 2.8 V6. Естественно, машина понравилась только из-за того, что у нее здесь стоит такой двигатель. Если бы здесь был 1.8, пацаны, смысла от этого автомобиля я не вижу. Во-первых, их мало на рынке, да, во-вторых, они не такие знакомые в сервисах. Гораздо проще взять того же самого Lancer или Focus. В принципе, такой же по комфорту, все то же самое. как-то так. Мне он будет дешевле в обслуживании. Потому что машинка, все равно, как ни крути, она все равно, она дорогая в обслуживании. Как-то так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok